все поехали всем привет сегодня у нас 5 октября лайк у нас на тему проблемы с аккаунтами продавцов на amazon их лисингами то есть у нас бывают различные проблемы сейчас огласим список огласим решение проблем как все это происходит ну и так далее будем отвечать на вопросы передаю слово специалистам я помогаем вести различные бизнесы различным клиентам от маленьких бизнесов больших корпоративные услуги оказываем это также оказываем связи с бизнесами на амазоне и на других фодсайтах продают свои товары представляют свою услугу то есть очень часто люди к нам обращаются в лайки вказы что мы делаем на основании того с чем обращаются к нам клиенты значит очень часто оставляют продавцам негативный ревью амазонин а что делаем мы как адвокаты в общем-то тут же тут же оспариваем допустим ну мы смотрим на проблему почему оставили негативный ревью если допустим допустим не соответствует или а может быть клиент недоволен и покупатель недоволен ценой и так далее тогда мы конечно оставляем оставляем продавцу разобраться с этим вопросом часто бывают например проблемы когда снимается листинг непонятно почему когда ответ обращается и говорится непонятно почему значит цена с ценой проблем проблем не было с подзывами покупателей проблем не было значит по какой-то причине нас сняли наш листинг мы тут же моментально связываемся с с гуглом и в общем-то в моем опыте гугл отвечает гораздо более быстро и охотно адвокатам чем просто скажем не адвокатам да не юристам в общем у нас в текстинге привыкли скажем арбитрый тейкдаун то есть допустим человек люди из гугла не посмотрели сняли все эти тесты разобраться с чем проблема моментально оспариваем у нас есть специальная форма приготовленная практически для каждого а для каждого варианта диспутов просто отправляем информацию описываем кратко в чем проблема отправляем письмо от адвоката гугл выходит с нами на связь и тогда в общем-то довольно быстро восстанавливаем выстанавливаем доволен работаем следующим образом клиентам присылает свою проблему мы быстро просматриваем в чем проблема почему сняли мы говорим даем клиенту оценку можно сделать в данном случае или нет приблизительно говорим сколько отнимет по времени у нас заняться этим вопросом решить его и в общем то ну как говорится считаем клиентам выставляем довольно большие скромные счета этот вид деятельности не самая основная не самая основная статья дохода наша вот помогаем во первых восстановить свои листинги во вторых помогаем скажем атаковать людей которые либо продают подделки которые похожи на их товары вот либо бывают иногда такие проблемы как ну называются duplicate listing да то есть from competitors то есть люди допустим конкуренты продают одинаковые товары вот и выставляется duplicate listing одинаковые товары в общем то тогда люди теряют продажи да то есть мы значит что мы делаем проверяем проверяем смотрим какой у клиента товар по всему каталогу Amazon вот и находим listing которые с таким же которые связаны с такими же продуктами вот связаны вместе в один то говорится узел вот опять же когда очень часто требуется например народ начинает продавать какие-то товары которые являются откровенными подделками которые являются скажем которые продаются незаконно ну counterfeited значит тут же отправляем так называемый season desist letter это очень стандартное письмо говорящие продавцам фальшивых товаров остановить немедленно продажу таким образом мы защищаем интересы скажем легитимного производителя легитимного торговца и так далее вот как я уже упомянул как говорится преимущественно очень часто пользоваться вашими услугами если мы можем задаться сами скажем постановить наш листинг сами путем переписки с amazon с google если на гугле выставляется значит мы отвечаем обычно так естественно каждый может сделать сам но мы пытаемся представлять более-менее комплексный набор услуг если клиенты обращаются то есть что мы гарантируем быстро работаем мы гарантируем что нам как адвокатам ответят стрельщины амазона чем просто обычному скажем не адвокату потому что все-таки обращают внимание компания больше на скажем корреспонденцию от нас нет вот так поэтому если вот такие как говорится виды услуг делаем если есть какие-то конкретные вопросы я могу ответить естественно задавать пожалуйста так поехали значит вопросы потихонечку потому что смысл ясен я думаю так тут вопрос был как раз оговорился чуть-чуть про гугл я отписался что это гугл и амазон работают и там и там просто так ждем вопросов контакты я потом напишу спрашиваю в какой вы стране я понимаю в США находимся у нас два офиса один в Нью-Йорке так ты мне говорил насколько я помню и по Европе вы тоже этим занимаетесь да у нас у нас есть офисы в Швейцарии в городе Арбон на границе с Германией занимаемся европейским амазоном тоже помогаем людям которые другую терапевту амазон так вопросов нет спрашивали еще по поводу банов разбанами 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 занимаетесь или нет да 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 занимаемся абсолютно то есть опять же процедура одна и та же клиент должен написать более почему банов он может тут же это быстро изучаем то есть отвечаем в течение буквально часа-двух часов больше не бывает то есть очень быстро отвечаем и в общем-то мы занимаемся разбаниваем да эксклюзивная лицензия вопрос вот александр брендлях сколько стоит заключение эксклюзивной лицензии ну зависит конечно ответ зависит от на что именно лицензия эксклюзивная то есть на продажу на продажу товаров где просто на просто скажем в одной стране или просто в Амазоне в Американской Амазоне в Европе в Европе зависит знаете на самом деле стоимость услуг зависит от количества времени потрачено на этот договор ну скажем так у нас все договоры есть стандартные варианты поэтому в общем-то много не берем как говорится это это не тысячи долларов то есть мы смотрим на каждый отдельный на каждый отдельный вопрос на каждый отдельный запрос лицензии вставляем человеку как говорится ну прайском то есть поэтому пожалуйста обращайтесь мы вам с удовольствием дадим как говорится оценку стоим ну там пару сотен долларов обычно стоят если если обычный простой простая эксклюзивная лицензия продажа в сша он не починил увлажнение в сша да да ну тогда это стандартные договоры то есть без осложнений прайс лист с услугами есть да прайс лист с услугами есть можно будет их таблицу инструментов добавить предоставляем 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 ответ на email клиента отвечаем с прайс листом со стоимостью и с ну это не не активно ничего страшного Люди потом смотрят видео и отправляют нам вопросы позже имейлом и так далее. Самый простой телефон это 1-201-491-1464. Я на Viber, на WhatsApp, на Telegram практически везде, на WeChat, на Skype. Я просто Сергей Орел, поэтому народ задавайте вопросы. В любое время попытаюсь ответить можно скорее. Ну, чтобы суммировать, значит, довольно успешно, как говорится, результат довольно успешный у нас сразу по работе с продавцами на Amazon. То есть фальшивые товары снимают, покупают в течение часа снимают. Если, скажем, человека неисповедливо забанили, значит, восстанавливаем листинг. То есть я просто предлагаю описать свои проблемы по мере возникновения их и тогда просто смотрите, как мы работаем. Вопросов никогда никаких не возникает, проблем нет. То есть мы напрямую с Google работаем постоянно, они уже знают наше имя, они отвечают лучше. А с Amazon? Там как вообще разница Google и Amazon работает? Ну, с Amazon тоже. То есть, в принципе, мы в Amazon лучше чаще пишем, чем в Google, на самом деле. Потому что у нас просто больше клиентов, которые торгуют на Amazon. И, в общем, я же говорю, когда, допустим, отправляешь в Amazon, письмо на бланке фирмы, то есть ответ следует довольно моментально, то есть они быстро отвечают. В общем-то, мы в состоянии решителя отпуска. Причем, ну, я же говорю, это зависит ни от чего, не зависит, потому что мы знаем законы, мы, как говорится, знаем права наших продавцов, ставим права и, в общем, как говорится, там, где знаешь законы и права, там особо, говорится, не поспоришь. Как говорится, теперь я буду защитить. Так какое-то перем history. Я думаю, что ты собираешь и большие 我們 о том, возле Белого millones login именно не поспоряло, это counterа. Кстати, омmaybe друзья! Это произведение, наверное, что я работаю в flag, Как получить куратора от Амазона? Это, наверное, у Амазона надо спрашивать, мне кажется. Ну, на самом деле, я, честно говоря, не буду утверждать. Допустим, вопросами кураторства мы не занимаемся. То есть мы решаем проблемы для людей, возникающие по поводу их листингов на Амазоне. А каким образом получить куратора, ну, на самом деле, нужно писать в Амазон, естественно, и выставлять свой запрос. Иногда возникает, кстати, вот вопрос у клиентов часто. Выставляешь свой листинг и вот так сказать, да. То есть у Амазона же есть, ну, по дефолт, то есть по умолчанию у них статус, они выставляют нон-таксовый статус, например, и не снимают с покупателя State Sales Tax. Но это, на самом деле, не очень разумно, потому что хочу просто напомнить, что каждый, как говорится, продавец, у которого есть с США, который торгует из США, допустим, направляется в товары. Естественно, компания в итоге будет ответственна за продажу и за сейлс. Естественно, в конце года это очень непрактично, потом делать аккаунтинг, они ходят и высчитывать, сколько, как говорится, сколько должна компания заплатить. Поэтому, естественно, нужно сразу же установить так называемое… ну, в общем, Tax Collection Option нужно установить на Амазоне, да. То есть Амазон по себе, они автоматически не снимают, как говорится, налоги штата с каждой продажи, да. То есть, когда выходишь на Амазон Marketplace, проще всего, конечно, войти и… и в общем пишешь, ну, отмечаешь там штаты, значит, в которых выходишь, чтобы Амазон снимал продажи у покупателей, ну, как называемый, сейлс. Вот, еще, конечно, очень важно выставить… в Tax Settings есть такая опция Use Default Product Text. То есть нужно об этом заботиться, потому что, чтобы не было потом вопросов, чтобы не было вопросов от местной налоговой службы. Вот, это, в принципе, какой момент я хотел упомянуть. Так, секунду. Сколько стоит помощь в разбании аккаунта? Ну, опять же, как я уже сказал, тяжело дать оценку, как говорится. Мы, как говорится, отдаем цену в каждом отдельном случае, а каждому отдельному клиенту. Тяжело оценить стоимость по услугам разбания аккаунта. Как говорится, каждый случай отдельный, поэтому просто пишите. У вас, как говорится, у вас какие-то свои определенные обстоятельства и свои факты, поэтому мы вам довольно быстро дадим оценку, и вы нам сами скажете, хотите ли вы, чтобы вы этим занимались или нет. То есть, правильный слог удаем в каждом отдельном случае. Как часто защищаете копирайтом листингу? Ну, смотрите, хочу упомянуть, что, например, у вас каждый лист, вся информация, которую вы выставляете в своем листинге, это является, вы владеете на нее копирайтом. То есть, у вас адзорское право на это. То есть, опять же, если у вас есть претензии со стороны, скажем, третьей стороны, что вы использовали их имидж, например, их фото, ссылки на владельца, то есть, в общем-то, понимаете как, в США, на самом деле, поскольку говорим о юрисдикции США, закон насчет нарушений права авторского права, копирайта, копирайт infringement, так называемые, они довольно, ну, скажем так, довольно суровые. Особенно в том случае, если, предположим, владелец авторского права получил сертификат регистрации копирайта. Значит, несмотря на то, что человек имеет копирайт и авторское право на то, что он создал, скажем, своими руками, фотоаппаратом и так далее, вы на странице заполнили свою информацию, у вас есть копирайт. Вы сняли фотографические имиджи, у вас есть на это копирайт. Вот, но если кто-то у вас, скажем, воспользовался вашим имиджем или вашим текстом без ссылки на вас или без вашего разрешения, это не значит, что вы можете автоматически за ним бежать и судить, что вы требовали возмещения каких-то, какой-то неустойки или ущерба. Потому что в США, конечно, необходимо иметь регистрацию для того, чтобы получить неустойку в суде. Поэтому, если вопрос, ваш вопрос, как часто защищаем копирайт, там есть, ну, знаете, у нас большая тема, в принципе, мы занимаемся вопросами копирайта каждый день и защитой людей от копирайт-клаймс, копирайт-конечмент-клаймс. У нас много клиентов, которые, в принципе… Так, что-то звук пропал. Итак. Спасибо. Have Angi. Всехибрэмс. После входа рокиimmen числый, �� 제일 cheattar из фото. Так. Продолжение следует... 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 потому что что-то разорвалось интернет пропал видимо не могу дозвонить если есть вопросы ко мне давайте я отвечу на что-нибудь пока пытаемся собрать может быть так может быть так погода ураганы все что угодно чтобы нам не терять время зря давайте попробуем максимально продуктивно его потратить ситуация с отзывами банально проста у амазона очередное обострение честно могу сказать давно даже не помню чтобы так отзывы чистили это наверно последний раз так сейчас секунда вот то есть элементарно элементарно надо просто переждать да и все по некоторым технологиям отзывы не удаляются по некоторым удаляются неделю прождем в середине следующей недели мы все будем восстанавливать так все нормально звук есть на самом деле меня не пускает зум почему-то то есть я говорю что это как-то нестыдно понятно ну ладно тогда по skype сейчас я скайп подцеплю тогда я не слышу еще раз тогда по skype я сейчас скайп подцеплю просто будет скайп вместо зума но вот в который раз пытаюсь митинг айди не бы не не подходит ну что там и почему туда не пускает не знаю все продолжаем тогда в скайпе да и все какие проблемы так можно да 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 можно видеть включить ну то есть как сейчас работает полный рост я просто пока времени был у нас я соответствую ситуация с отзывами конечно смотрите на самом деле можно смотреть на каждую отдельную отзыв по какой причине негативные отзывы жалуются что высока цена и так далее то конечно есть смысл естественно есть смысл моё правило такое если я уже просто говорю если бы я был продавцом да просто ну в данном случае адвокат продавцом то есть если клиент всегда прав да то есть если клиент жалуется и говорит что высока цена например или какие-то еще проблемы скажем ценой ну тогда нужно говорится извиниться без клиентов и пытаться разобраться почему клиент не доволен вот опять же негативные отзывы очень часто работаем с клиентами убираем негативные отзывы потому что иногда бывает просто клиент совершенно не не резонно выставляет предположим недавно ценой опять но цены сравниваем цены на похожие товары и цены совершенно скажем в одном в одном на одном ценовом уровне да пишем в amazon клиентам клиентов ревью везде у продавцов и на ялпе и на гугле и где угодно то есть пишем опять же тут же оспариваем негативные отзывы и в общем-то довольно успешно потому что применяем естественно логические логичные аргументы изучаем ситуацию пытаемся разобраться с человеком который оставил отзывы приводим аргументы почему этот негативный отзыв нужно убрать и в общем то ну как большинство негативных отзывов убираем результаты какие-то новые товары продвигать в таком случае ну это история затаиться и выжидать не нужно но нужно говорится активно бороться с негативными отзывами естественно как я объясню большинство негативных отзывов снимаем вот по патенту сколько стоит анализ и разблокировка то есть насчет цен просто лучше обсуждать с каждым отдельным продавцом его отдельную ситуацию у каждого подавца ситуация разная тяжело как то группировать всех в одну какую-то ценовую ценовую группу но у нас в общем то как я сказал у нас основной офис находится в Нью-Джерси потому что у нас цены не очень высокие на самом деле поэтому народ поплюсь с нашими услугами еще по этой причине что мы позволяем себе вести бизнес скажем довольно по невысоким ценам предоставляя хороший уровень услуг у нас адвокаты как говорится опыт работы по 40 лет и по 30 и больше и по 20 то есть в принципе все адвокаты у нас довольно хорошо подкованы сколько стоит анализ и разблокировка ну просто отдельно пишите каждый отдельный вопрос и мы вам дадим цену тут же и как говорится мы работаем с людьми даже очень часто люди не могут себе позволить даже наши низкие цены скажем так мы тогда естественно снижаем еще допустим мы идем навстречу людям да как говорится пытаемся сделать что-то чтобы клиент был доволен чтобы можно было дать результат и в общем то народ довольно довольно нам благодарен то есть что у вас проекта за такая насчет цен просто пишите на e-mail и я тут же отвечу опять же если интересует мнение по поводу есть ли патент существует ли патент на товар который допустим вы предполагаете продавать на или нет мы делаем эти услуги причем скупность услуг по патентам сразу то есть зависит от желания клиента то есть это совершенно базового какого-то анализа совершенно минимальный просмотр базы данных патентного офиса США например вот которая стоит там 100-150-200 долларов у нас например полноценного как говорится патентного поиска который который может стоить больше 1000 долларов в зависимости от того сколько сколько хитов получит допустим этот research этот поиск вот ну в общем опять же все зависит от клиента насколько клиенту способен оплатить допустим полный патентный поиск и анализ ну как часто очень часто это мало кто требует полный развернутый патентный анализ потому что очень дорогое удовольствие довольно простой поиск я уже объяснил ну стоит пару сотен долларов 100-150-200 и в общем тогда человек имеет представление стоит ли продавать эти товары или не стоит потому что опять же можно напороться на на клейм с другой стороны и тогда в общем-то это приваривается в дорогое удовольствие при получении письма о нарушении прав опять же стоит сразу же обращаться к адвокатам обращайтесь к нам мы посмотрим письмо мы вам дадим совет профессиональный по поводу того какие у вас права что вам ожидать какие шансы у вас допустим выиграть дело против этого против этой страны которая вам прислала так называемое письмо нарушение прав там патентных прав или авторских прав копирайта или прав по товарным знакам то есть обращайтесь сразу к нам отправляйте нам письмо очень часто наши клиенты получают и новые клиенты просто присылают нам сразу письмо о нарушении прав которые они получили тут же в панике но первый совет конечно не паникуйте то есть никак не нужно естественно мы адвокаты мы помогаем людям как говорится и путем манит из то есть мы за вас успокаиваем объясняем ваши права и объясняем что на самом деле все не так вы думаете и тогда просто пишем ответ стране которая прислала это письмо нарушение прав а якобы очень часто же есть защиты допустим даже если человек продает на на амазоне товар который оказался например в продаже разрешения владельца допустим прав на этот товар в конце концов всегда есть защита очень часто и защита что допустим купили у третьих лиц на самом деле не являлись производителем этих товаров которые возможно являются нарушают права авторские права или права патента или товарного знака реальных владельцев то есть вот часто такого рода диспуты на на уровне как продавец получил письмо он скажем не производит эти товары на просто купили не знал допустим производитель нарушает копирайт авторской провода права на узор например если предположим в плане одежды да если продается одежда платье оказывается копирайт уже кем-то зарегистрирован продавец производит где-нибудь в индии похожие рисунки делают из них похожие платья покупатель покупает у производителя в индии выставляет на amazon сам того не знаешь нарушает права скажем производителя продавца здесь реально владельца копирайт вот каким образом поступаем находим производителя нарушителя сообращаем внимание владельца копирайта на этого производителя и тогда значит работаем с производителем и с продавцом чтобы производитель покрыл расходы адвокатские расходы и вообще защитил скажем нашего клиента продавца в любой тяжбе которую потом автор подает как правило авторы копирайта авторы патента владельца патента они подают естественно подается и суд они подают иск против против всех подряд по теории собери всех ответчиков значит естественно мы договариваемся с производителями с адвокатами производителя если у нарушить на себя ответственность и как говорится ограждают от ответственности продавцов вот таким образом работаем я вообще не могу видео открыть но к сожалению не знаю почему часто банят волнами по патентам ну вы знаете не могу ответить на этот вопрос почему банят волнами то есть рационально конечно банят тех кто нарушает патентные права допустим владельцев патента но я просто подозреваю что народ не очень скрупулезно не очень детально относятся к каждому листингу просто на всякий случай по принципу завалить лучше перебрать чем не добрать я так думаю личное мнение может документы накапливать и потом все сразу скопом да почему-то плохая связь не знаю почему на самом деле здесь будет каждый сигнал сильный ну хочу сказать еще раз напомнить то есть ответ на этот вопрос скажите почему многие патентообладатели не представляют права на амазоне имеется ввиду что понимаете если человек владелец патента то ему не обязательно информировать весь белый свет о том что у него есть патент то есть по согласно патентным законам если допустим человек продает свой товар все что он должен сделать для того чтобы уведомить третьи стороны о том что у него на этот товар есть патент это на упаковке написать написать патент пендинг да то есть патент находится в стадии либо рассмотрения либо он уже был выдан поэтому в общем то как говорится как говорится любой владелец патента ему совершенно не обязательно выставлять информацию распространять формата потому что у него есть на эти товары патент то есть он свой товар выставил он написал патент пендинг и все это уже ответственность любого другого конкурента продавца скажем продающего по ходу там товары в такой же области убедиться сделать патентный research поиск убедиться в том что он не нарушает права а если еще раз говорю а если он патент пендинг не написал забыл не захотел то что я вижу многие не пишут многие не пишут просто по незнанию по незнанию закону правила закона да то есть на самом деле допустим ты забыл написать патент пендинг но это тебя не лишает права владения патентом то есть это не значит что тут я почему-то вдруг ты отказался от своих прав на патент только в любом случае ответственность за то чтобы убедиться нарушаешь ли ты чьи-то права патентные или не нарушаешь лежит на скажем продавца и производителя товара то есть опять же незнание закона не освобождает ответственности поэтому даже вот такая аксиома старая она приемлема и в американском праве то есть это ответственность каждого человека который который что-либо продает или производит убедиться в том что он не нарушает права например даже при подаче заявки на патент в Соединенных Штатах Америки например заявитель владелец изобретения владелец товарного знака бренда подав заявку он подписывает так называемую декларацию о том что то есть согласно его знаниям то есть он не знает в данный момент о каких либо сделав необходимый ресурс и поиск убедившись что ничьи права не нарушает да это и он подписывает на данную декларацию то есть если человек подписывает такую декларацию что я не нарушаю ничьи права при подаче заявки на патент или товарный знак на самом деле он знает кто действительно чьи-то права нарушил потому что он говорит ну естественно тогда существует определенный набор скажем ну по всякому роду штрафов и так далее президентных избирательств что позже потом называется он на USPT вот обман патентного офиса но это в общем-то отдельная тема совершенно хорошо 45 минут прошло более-менее ребята из люка у я всегда отвечу помощник ответит один наших адвокатов других ответит то есть я контакты твои еще добавил нашу таблицу инструментов в фейсбуке в описании очень хорошо прекрасно спасибо большое вот так что среди всех вариантов добавился еще один вот надеюсь это будет основные варианты ну кому как нравится с кем нравится работать всегда можете попробовать сравнить по крайней мере здесь русскоязычная поддержка для многих это немаловажный фактор например как мне в принципе тогда наверное все я думаю какие будут вопросы тебе с тобой свяжутся на следующей неделе на следующей неделе у нас есть какая-нибудь тема или пока паузу сделаем что у тебя там тогда предлагаю в группе можешь сделать в группе опросник да и посмотрим тогда по теме чтоб ты ее просто контролировал и отвечать на вопрос может там будешь внутри нее и одновременно поймем какую тему следующий четверг разобрать чтобы она более интересна была да это правильно да давайте сделаем ту тему на которую сейчас алло алло все связь появилась ну я думаю тогда значит с тебя опросник посмотрим за неделю что там будет все тогда всем удачи всем пока хорош спасибо большое за то что слушали спасибо всего доброго до следующей недели до свидания